Здравствуйте! Перед вами прицеп номер три. Тоже, как говорится, делал своими руками за исключением с ходовой, ну, точнее, прицеп заводского выпуска, но все, что на нем смонтировано, это я своими руками изготовил. Это мусоросжигательная установка. Сейчас мы откроем. Много лет я ей пользуюсь. За один раз можно сжигать 4 куба. Вот, заглядите вовнутрь. Там труба открывается. Если полностью открыть, 4 куба может за час загореть. Если не полностью приоткрываешь, то можно на более длительный срок ставить горение. Вот, но когда полностью открываешь, сильно высокая температура, у печки даже вот коробит стенки, иногда красна нагревается. Поэтому, чтобы не было видно того, что она высокой температуры, вот бока зашивал еще железом, чтобы между ними еще какая-то прослойка была. Вот. Очень хорошо востребовано на дачных поселках, потому что накапливается очень большое количество твердых отходов и мебель выбрасывают, деревья фруктовые режут и не только фруктовые, все вытаскивают на помойку. Благодаря этому прицепу можно экономить общественные деньги, сжигая твердые отходы на помойках. Вот. Дышло увеличенное в размерах для того, чтобы во время движения, когда печка работает, чтобы жар от нее не сильно подвергал опасности автомобиль. Вот. Ну, вообще, она, конечно, после того, как загрузка произойдет, ее устанавливать в каком-нибудь месте, в котором никому мешаться не будет, и запускаешь горение не очень активное. Она не дымит. Значит, покрышек в ней сожжено только за один год. Штук пятьдесят покрышек. Даже покрышки дыма не дают. Работает очень надежно. Бревна можно, если дверцу закрывать заднюю, можно вот этой такой длины. Это здесь больше двух метров. Если же длинные бревна, то тогда дверца не закрывается, и бревна могут выглядывать там на метр-полтора из прицепа. Пока не выгорит, можно их задвигать дальше. По мере сгорания их дальше задвигаешь. Вот. Чтобы не сильное горение было, вот здесь есть поддувало. Вот оно. Поддувало. Откроешь, можно прикрыть. Можно больше открыть. Вот. Такая печка есть. На сегодняшний день, конечно, она очень востребованная. Очень дорого стоит вывоз твердых отходов. Учитывая то, что свалки многие закрыты, очень сложно заказать машину для вывоза твердых отходов. Потому что твердые отходы, как правило, приходится заказывать машину манипуляторы. Кому понравилось, делайте лайки, подписывайтесь на канал, делайте комментарии. А также можете изготовить подобное на своих дачных поселках. Вот так вот. Раньше я ее использовал еще для отопления гаража. Гараж большой. И у меня были отводы. Вот здесь в стенке изготовлен был вот этот корпус. И он был еще отделан таким несгораемым материалом, утеплителем несгораемым. Чтобы тепло сохранялось. И вот у меня выводы. Значит, подавался горячий воздух сверху. А обратно из гаража приходил холодный вниз. Вот сюда. Гараж размером 11 метров на 6. Здесь высота 3 метра. Он довольно легко справлялся с его отоплением этого гаража. На этом вся у меня информация по этому прицепу. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok